ноги не работают вот я снимаю и в эти моменты я уже понимаю как бы что я смогу сделать сколько повторения смогу сделать и сколько там висит может опять же грубо так бы сказано я жму только за счет силы видно что выдачи на станке и никто не знает сколько он весит мне кажется что 40 лет назад это был просто бомбически это был прорыв конечно то что все спортсмены тех лет занимались только здесь и конечно хочу за 300 естественно но 300 хочется официально все в нашей жизни оставлять какой-то след любая вещь фарма том числе при поддержке компании импульс девайс промокод на скидку 10 процентов вы можете найти в описании под этим видео только привет привет дим где мы сейчас находимся мы находимся в городе люберцы стоим на пороге знаменитого клуба титан а где слова титан хороший вопрос но мы в этом зале честно ты меня не обманываешь покажешь зал собственно пойдем до спустимся позанимаемся посмотрим еще блин к ну и вот сам зал так тогда сильно больше веса ходить я не буду такие вот средние веса ну именно как бы как подсохнуть никак основной жим там 6 по 6 3 по 3 то сильно будут маленькие веса думаю килограмм до 200 поделаем небольшие веса вот это домой и надо еще напомнить людям что ты еще чувствуешься так себе да вообще так себе я два месяца отдыхалась но спортсмены понимают о чем я два месяца я отдыхал я занимался на отдыхал то есть спортсмены понимают о чем ты это вот то чем я тоже отдыхал просто занимался жил обжил обычной жизнью но как спортсмен вот поэтому собственно веса просили все просила форум проселся пока вот нагоняю восстанавливаюсь скажем так вот ну и плечо покоя до сих пор в естественно не дает то есть нам не периодически сильно болит он болит постоянно пишут как скажем ровным фоном просто вот какие-то моменты когда на такие средние веса сходишь там 240 250 вроде бы жмется средний средний вот сходишь на такие веса но вроде жмется более-менее не больно на утро встаешь и рука не поднимается и дня четыре парам напрам конкретно ноет баром болит а где-то получил траву у меня получается на как трижды на одном то же месяце с первоначальными травмом было я не за рассказывал ребятам первоначально трава у меня случилось при жиме в слэншоте тогда не только еще появились по-моему 2011 нет двадцатый год или тринадцатый год тринадцатый год вот я жал в зале естественно без страховки до до страховочных палок не было решил пожать 250 на количество в этой резинке два слоя но на те тешние два слоя она гораздо мягче чем современные два слоя то есть это только начало всех этих резинок то есть на тот момент когда я жал то есть я у меня разовый жим свой был где-то в районе 250 в ней пожалуй 340 не умею в принципе жать грубо говоря и не пользуются вот и собственно я не помню что жал в интернете кто-то пожал 250 на количеством попробую получится я делал резинку думаю в резинке то 250 она как бы ни о чем и собственно аккуратненько кидал 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 на тот момент у меня техника была такая что я всегда быстро опускал кидал ее как бы отпружинило она у меня вот а в резинке техника немножко другая собственно роковая ошибка такая и случилось я в на разе напомним на 11 или 12 что такое тебе 250 бил 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 потом получилось так что я отбиваю локти сходятся и она меня как летит на французский жим на меня на голову этот момент прям вся жизнь глазами пролетел дядечка который поднимал он даже спину сорвал то есть я спустя месяц я увидел он вот так вот боком ходит ягод спину ну прям здорово потянул пока у меня день край приподнимал чтобы я вылез под нее это очень здорово очень очень полезно для здоровья рекомендуешь до укрепляет связки плечи очень хорошо вот собственно после этого момента четыре года и нормально жать в принципе вообще не мог то есть у меня была серьезная травма плеча у меня был очень сильный надрыв надрыв передней дельты с локтем проблема была делал делал получается сколько там 80 процентов отрыв передней дельты смещение плечевого сустава надрыв задней дельты и локоть вылетал из сустава как типа как смещение не помню как был как-то по научно называется но чем он был как вышел из своей орбиты грубо говоря и каким способом ты лечил за речь с помощью консультации спортивного врача медикаментозное лечение да там всякой терапии было закачивание на тот момент были очень болезнен и очень болезнен где-то около полугода я в принципе ничего не делал просто отдыхал грубо говоря потом стал потихоньку закачивать 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 дошел до какого такого среднего рабочего веса в примерно там 140 150 килограмм рабочего дома ну все хорошо что типа в типа все прошло но как обычно обычно у нас у всех бывает прошло значит все забыто и дальше прыгаешь по весам и где-то килограмм на 200 сходил и снова хрусь когда такой щелчок и снова на том же месте где нам приросло снова разорвалась я думаю ты попал и на деньги тоже немножко на деньги тоже да но больше тогда психологически можно то там на тот момент как бы я чувствовал что я физически очень хорошо развиваюсь то есть способен был еще в те года пожать по 300 тогда еще когда-то был очень далеко но из-за этой травмы видишь как получилось и нет вру не 11 13 год 13 13 год но это травма как раз методочка дочка делась за это травма видишь как все на карьере крест поставлен его до сего до сегодняшних пор если я сейчас пусть я теоретически я чувствую я могу пожать 300 но из-за этой проблемы все даже психологически я боюсь к этому если подходить твоей получать карьере поставлен крест но после этого ты пожал 293 пожал это дорогого стоило поверь меня дорогого стоило подготовка или после подготовка психологическая подготовка вообще то есть не бояться идти на веса то есть голове этот момент остается когда штанга падает когда у тебя все замечательно все хорошо ты жмешь на тренировке вроде бы ничего не предвещает беды у тебя хрусь и это очень страшно на соревнованиях было тоже 3 3 мая 3 надрыв этом месте был выступал на витязи получается по-моему на весе 282 то же самое я опускаю выполняя паузу команду жду вы выстреливаю она вы хорошо выходит и в этом месте как щелк и все она упала просто ребята подбежали типа все ли в порядке рыда уже не в первой группа дает уже привык ну такой синячок небольшой был нанес не страшно уже дорогого стоило то есть сложно было подготовиться после этих весов а после 293 ничего не было после 293 после 293 было все замечательное сказал если бы ни один мой глупый поступок получается был такой небольшим небольшой турнирчик вот у меня была подготовка все планы был небольшой турнирчик там был богатырский жим 160 на количество 200 на количество ну и просто знаешь как захотелось просто поучаствовать думаю приеду-ка я пожму 160 это количество покидаю и думаю может быть получится лучше свой результат по что у меня свой лучший официальный был 160 на 29 ну в отбив на количество нас официальный попробую пожать 1 на 30 ну что форма бром прям хорошая была и собственно из-за может так сказать неудобной лавочки с лавочка была несколько уже чем она должна быть на мой взгляд вот пришла проблема с лопатками у меня в момент джима на 160 у меня путь одна лопатка съехала а так как я жалую в отбив она как бы но продавила пробила меня и растянула переднее плечо очень сильно и все я просто чудом выжил и поставил и у с тех пор я нормально жать не мог наверное ну около полугода опять же у тебя после этого случае появилась татуировка без страха нет у меня плод появилась тогда когда после двух этих двух травм я опять же провозвращаясь в психическое состояние я смог опять же тренироваться и выходить на веса довольно неплохое позитивное начало у нас получается добавлю по опять же потратировку в то время как два спортивных врача на тот момент сказали что жать я не буду никогда жать я не смогу но я сама жалость он делал рекорды но мы сегодня мы всего лишь пойдем на 200 килограмм ну до 200 я думаю до 200 потому что нибудь не основной жим основной жим у меня был позавчера связки может подуставший для основного жима вот а смогать упражнение вообще не покажу подсобка в жем лежа это важно либо можно ей пренебречь и просто жать потому что есть поговорка чтобы много жать надо много жать чтобы много жать надо много жать это все понятно чтобы быть большим надо много есть тоже понятно но если делать это говоря тупо без головы просто жать и все то особо далеко ты не улетишь лично я так считаю поэтому пособка должна быть помогать упражнения должны быть без них никак иначе нагрузка вот очень надо однообразная мышцы перестанут откликаться на нагрузку и дальше прогресса не будет скорее всего вот но перед тем как я начну работать грифом я разомну плечевые суставы делают и обычно самым простым способом без всяких гантелек берем блинчики два с половиной килограмма каждый и все элементарно подъема в стороны обычно пора это очень хорошо как разучишься на своих ошибках когда нету травм никаких абсолютно можно разминкой пренебречь а когда уже обжигался не единожды лишний раз размяться не помешает никогда вот по повторениям на разминки никогда не считаю просто делаю как скажем по ощущениям вот без всякого фанатизма маленьким весом чисто размять суставы связки разогреть не более того марат рафик говорит что это мол все маки это плохо расшатывает плечевой сустав зачем почему расшатывать ну потому что этому мне естественно не физиологично но я думаю с таким весом как бы то есть в принципе расшатывать нечего сидят гантели килограмм по 30 так сделать тому возможно и да хотя бы в моем моем моих тренировках и такое тушь вот я все начнем подумала гаишники они наверно тоже такие упражнения делают им же нужно палку держать у них палка гораздо легче не два стола не килограмма иногда даже руку держать без палки сложно потом примитивное упражнение разминка кистей без веса без ничего просто основная разминочка да ничего особенного татуировки ты сделал здесь развировки да какая где уже даже не могу вспомнить но большая часть здесь до в этом зале у одного мастера уинер спина ноги не я ногами в жиме не работаю многие знают видят ногами не работаю спина как бы ну как спина тоже принципе не работает но это как бы твоя фишка ты ты не рекомендуешь делать также всем рекомендую делать каждому так как он привык делать если мы говорим про продвинутых спортсменов про начинающих конечно я бы рекомендовал разминаться полностью если приседания и наклончики в стороны наклончики вперед-назад и гиперэкстензи лучше конечно сделать все просто меня такая нравка моя обычно длится больше двух часов да если ещё делать это все это будет три часа но образно говоря это 2 часа у тебя длиться только и землевая тонировка да без нож персон Beast's розыг crochets ног без ног без ног ноге отдельно спина отдельно плечи отдельно бывает такое что если какую-то тренировку одну большую сделать не не успеваю за одну за раз делают две в день то есть одна утром там другая после обеда вечером Сколько тренировок в неделю? Две. По жиму две. По жиму две. Остальные в другие дни. То есть у меня идет основная тренировка это два жима и две тренировки на руки. А остальная вот такая круглая подсобка. Спина, плечи, ноги. Вставляю где захочется, когда захочется. Бывает такое, то есть там по времени не успеваю, по работе не успеваю. Там с утра допустим выполнил плановый жим, а вечером поехал поприседал. А сколько получается тренировок в неделю? Ну обычно это 5-6. Вот так вот. И ты называешь себя любителем? Ну конечно. Соревнования снятся по ночам? Хочется еще? Нет. Не сняться, хочется, но, как говорится, чем ближе к соревнованиям, тем больше волнения. Вроде выступаю уже очень давно, но на словах хочется, хочется, хочется. Потом подходит время все ближе, ближе к турниру, и так, конечно, мандраж начинается. Но чем это хорошо, в чем в моем случае, в чем польза. Бывает на подготовке, я немножко не влаживаю в весовую категорию. У меня весовая до 125, да. То есть бывает такое, что последние 2-3 дня настолько какие-то внутренние волнения, переживания непонятные даже мне, что я за вес не парюсь. В том плане, что за 3 дня до турнира 126, приезжаю на соревнования 124. При том, что я ни диету никакую не держу, ничего не делаю. То есть просто вес сам сгорает. Этим удобно, можно сказать, пользоваться. Так, что мы делаем на лавке? На лавке мы начинаем с пустого грифа. Многие говорят, типа, давай там 50-70 сразу, нет. С пустого грифа начинаем всегда. Жму достаточно узким хватом, то есть не как все. Сколько сантиметров не скажу, не мерил. Ну, вот так вот получается у меня. И вот. Ногами не работаю вообще, ноги служат просто как опора и не более того. То есть если я ноги подниму, в принципе ничего не изменится абсолютно. Только жим тебе не засчитают. Ну, могут засчитать, да. И вот, собственно, то, что сейчас делаю, это как бы одни из элементов разгинки именно моей. Не знаю, как другие атлеты выполняют это движение или нет. Я так делаю всегда. Именно с грифом. То есть ты ввожу штангу в максимальные углы возможные, скажем так. Разминаю. И вот так вот тоже? И вот так тоже, да. Не торопясь и спеша, аккуратно, без резких движений. И сколько времени ты проводишь вот в таких телодвижениях? Ну, я так сложно сказать. Я по повторениям не считаю, по времени тоже. Но, на вскидку, я думаю, не более минуты. Если ты это не сделаешь, например, ты почувствуешь... Исходя из моей травмы, если я лягу, буду работать без разминки, я буду чувствовать боль в плече. А после этих телодвижения, как бы, знаешь, как оно, как наливается кровью и уже, ну, такие притупленные болевые. Сразу накидываем по 50, наверное, на каждую сторону. Нет, давай по 70. Спасибо. Таких нет дисков пока. Тогда будет двадцатки. Хорошо. Да. Тут в этом деле спешить ни к чему. Да. Было у меня, было у меня такие моменты в жизни, когда я был глупый молодой, приходил в зал, сразу вешал 150, сходу прям пришел, спустился, переоделся. 150 стоит на штанге, думаю, поработаю сегодня. Спускался и работал. Было такое, прокатывало. Ты знаешь, когда мы были в Исландии в восемнадцатом году, у Тора Бьернсона, нам рассказывали про странные привычки, странные обычаи в зале, где раньше занимался Бенедикт Магнусон. Он сказал, что тот, кто тянет меньше 150, вообще, разминка, это не разминка, рабочий подход, тот сразу сваливает с зала. То есть, грубо говоря, такой неразборный вес получается, грубо говоря, да? Нет, то есть, если ты приходишь делать тягу, то сразу 150 вешай, меньше никогда. Интересно. Поэтому он в Англию сейчас въехал, сейчас не в основании. Это то же самое, как такое шутливое поверье было раньше, по-моему, в 90-е, начало 2000-х годов, что, типа, кто весит меньше 100, тут не мужик. Ну, типа. Было такое, типа, конечно, как поверье. Ну, это 100 килограмм. Да, да, что, типа, остальное все, типа, дрыщи. Вот, ну, не в обиду никому сказано, просто такая шутка была. Вот. И придумали ее толстяки. Конечно. Вот. Ну, собственно, начинаю пока я с обычного жима, то есть, выполняю классическим образом. Именно для разминки. Вот. На сколько раз? Ну, раз на 8 обычно, я так. Особо такого значения прямо это не имеет. Я думаю, отдельно стоит затронуть твою паузу, ты любишь останавливать. Я, да, после травмы очень полюбил это, так скажем, положение. Потому что, в отличие от многих других атлетов, я внизу полностью, в принципе, расслабляюсь. Это живот могу показать, да, вот. Ну, опять же, с большим весом я так и не сделаю, само собой. Вот. Но, тем не менее, я внизу расслабляюсь. Ты давно так и жмешь уже за паузой. Ты знаешь, вот после последней травмы я так стал жать, потому что, ну, по-другому просто не получалось поначалу. А потом, как ты привык и думал, пускай это будет моим козырем в подготовке к соревнованиям. То есть, мне не нужно будет делать упор на паузу соревновательную. То есть, я не буду за ней переживать. То есть, после таких тренировок обычно, когда я выступаю на соревнованиях, я ложусь по команде судьи снимаю. И, как бы, внизу я паузу судьи не слушаю. То есть, как бы, я знаю, что я паузу сделаю. И все. Мне так в голове спокойнее. Я думаю о своем, я в мыслях и не отвлекаюсь на слова судьи. Но, в любом случае, команду старт и на стойке услышать нужно. Да, но на стойке, на стойке такая команда уже после выполненного дела. Она уже такого значения не имеет. То есть, если я ее не поставлю, это будет нормально. Мне просто заберут ее. Кстати, вот хочу отметить, что очень красивый только жим. Вот такой же, наверное, по красоте у Кирилла Сарычева. Очень симметрично, очень ровно. Я думаю, тебя об этом говорили. Ну, спасибо, Дим. Да, есть такое. Ну, до недавнего времени, буквально, может быть, недели три как назад, я случайно заметил, я часто снимаю видео своих тренировок на телефон чисто для отслеживания, опять же, своих же ошибок со стороны. Потому что занимаюсь я сам. Снимаю сам, ставлю сам, тренируюсь сам. То есть, все один делаю. И сам понимаешь, что со стороны себя оценить не получается. Понять, какие ошибки, может быть, я совершаю. Я частенько ставлю видео. Обычно ставлю видео сбоку. Да, вот сейчас уже штатив приготовил. Ставлю сбоку обычно, вот. Иногда ставлю по центру. Чисто для отслеживания перекосов, возможно, все остальное. Вот. И вроде бы было почти не все хорошо, но я стал замечать, что что-то у меня блины с одной стороны сползают. А замки я не надеваю, ввиду того, что нам надо перестраховаться, мало ли, не дай бог что, чтобы я мог ее скинуть. Что опять же, повторюсь, жму сам. Вот. И поставил камеру, к слову про симметричность, поставил камеру четко по центру, выровнял горизонт и понял, что я ее опускаю вверху ровно, я опускаю на грудь, и на грудь она ложится так, что получается больное плечо внизу, здорово вверху. То есть она вверху с жутким перекосом на камере. И раз, она выдавливается и все ровненько. Ракурс это да, очень важно. Да, да, да. А когда я снимал сбоку, я этого не видел абсолютно. Я недавно сам снял его, нигде не было места поставить, и снять тоже никто не мог. Я поставил вот напротив меня, вот прям вот яйцевой ракурс был. И я посмотрел, что я даже жопу кладу криво на лавку, и я не понимаю почему. Наверное, все-таки это перекосы есть в организме. Надо править. Пару слов про твой хват. Хват. То есть ты на риски никогда не обращаешь внимания? Я-то знаешь, как-то я даже могу глаза закрыть, просто взяться, вот смотри, вот глаза закрыты, так как я ее чувствую. Вот. Вот, собственно, почти так оно и получается, видишь, за какими глазами. То есть шире взяться я не могу, то есть мне некомфортно. Ну, уже, я уже чувствую. В речах или в груди? Да везде, то есть знаешь как, в своей тарелке. Вот поэтому на сорвания грифы разные бывают, там все там по меткам ориентируются, а где метка, а как взять. А я просто ложусь и понимаю, где мне надо взять, и все. И что интересно, многие спортсмены меня поймут, возьмешься на палец шире или на палец уже, и это уже бы здорово ощущаться. То есть бывает такое, что на сорвания гриф не тот, риски другие, взялся на палец шире и уже не пожал то, что хотел. Ноги не работают, да? Ноги могу понять вот. Никак. А ты знаешь, что это, как можно назвать, это особенности техники, либо это просто какие-то недостатки вот на первоначальных этапах твоей карьеры? Я думаю, это, наверное, знаешь, как больше сказать, больше привычка. То есть если бы я с самого начала учился бы. Но это можно сказать, что тебя учили неправильно или ты учился неправильно? Что касается именно самого жима, то есть как бы я учился сам. Я занимаюсь с раннего детства. Поначалу занимался сугубо бодибилдингом, то есть как бы я силовые упражнения в принципе не делал. Вот и собственно мой тренер как бы не силовик, а мой тренер бодибилдер был. Вот. И как бы на жим такого, знаешь, как акценты не делались. Я жал так, как получалось, как я умел. Я лопатки-то в принципе никогда не сводил. И жал. И сейчас тоже, да? Сейчас ты знаешь, после травмы плеча иногда свожу. Опять же забываю. То есть когда вы занимались бодибилдингом, вам главное было вес на штанге, количество повторений? Главное было визуальный эффект, какой я почувствовал. То есть допустим, я выполнял там вес, жим штанги лежа там килограмм 130 в те года. Я жал столько повторений, сколько я чувствовал, чтобы мне вот хватило для моего состояния. Сколько это повторений, это не важно. Ну и на разминке до сих пор сейчас у меня так же бывает. Я рассказывал про разминку. То есть я беру блины, просто делаю упражнения, выполняю. То есть не по повторам, а по ощущениям. То есть я чувствую, ага, все, мне хорош. Я вот, ну, я получил то, что я хотел. Ты машина просто. То есть у меня вот так обычно, вот. Машина, которая хорошо себя чувствует. Есть. Ощущает. Да, по технике видишь, как научился, так и жму, грубо говоря. Но опять же, если посмотреть мои старые-старые видео, где я выступал еще на первых соревнованиях, то есть еще в совсем юном возрасте, там я жал хватом еще уже. Хват был еще уже. То есть я потихонечку его раздвигал. У тебя есть подопечные ученики? Да. Ты им даешь такой же жим, как ты делаешь, либо нет? По ширине хвата? И вообще по технике в целом. Нет, я их учу как полагается. То есть ноги закругляют. Опять же, все индивидуально. Не все мы такие, как говорится, гимнасты. У кого-то получается, у кого-то не получается. Но, как бы, главный момент, то есть его соблюдается. То есть ноги заводим под лавочку, небольшой анатомический прогиб в пояснице, лопатки сводим и, собственно, ну, не узкий хват. Нормальный, меняемый хват. Опять же, сам понимаешь, зависит от роста. Потому что я очень часто вижу, когда ученики показывают такую же технику, как и их тренер. Не обязательно. Все люди очень, мы все очень индивидуальные. И научить кого-то дожать прямо один в один, как ты, не получится. Чем буду рассказывать? Все просто посмотрите. Так проще будет понять. Ну, как ты называешь это упражнение сам? Да, в принципе, никак не называю. Я его делаю только сам. Своими подопечными, в принципе, его не даю. Я его делаю сугубо как бы для укрепления плечей, плечевого пояса. Просто я вот после него чувствую себя хорошо, мне комфортно в плечах после него. Название нет у него? Ну, можно сугубо назвать его трехфазное. Я не знаю, как правильно назвать. То есть, получается, я снимаю штангу, выполняю опускание на грудь с паузой. В середине амплитуде, в самом сложном положении, я ее торможу на секунду-полторы. И дальше дожимаю. Снова полностью опускаю на грудь, не спеша, с паузой на груди. До середины выжимаю, торможу ее в неподвижном состоянии. И дальше выжимаю. А в техническом плане или силовом, что это дает? В силовом дает прибавку в силе и уверенность в руках. То есть, допустим, не знаю, как у других людей. У меня, допустим, как бывает. Я когда выхожу на веса, я просто беру штангу в руки, я ее снимаю со стоек. Вот я ее снимаю. И в эти моменты я уже понимаю, как бы, что я смогу с ней сделать. Сколько повторений я смогу с ней сделать. И сколько там висит. Несмотря на саму штангу. И вот это вот ощущение в руках как раз дает, лично мне, вот это упражнение. Укрепляет, как бы, знаешь, связки, восприятие веса. Ты через кожу считываешь всю информацию? Ну, не через кожу, наверное, через сухожилия, скорее всего, наверное. На пульснике пока не одеваю. Я их одеваю обычно килограмм, наверное, 160-180 примерно. Опять же, сугубо по ощущениям. То есть, они, в принципе, мне прям так прям нужны и не нужны. Но для перестраховки одеваю. Вот. Повторения обычно таких 4-5 в подходе. А подходов? Обычно 3-4 так же, по ощущениям. Вот. Из-за рудей стартуешь резко, да? Ну, пока просто вес маленький еще из-за этого, в большей степени. С большой весом так резко не получается. Вот. Очень быстрее закончить это упражнение, чтобы накинуть еще дисков. Ну, можно так сказать, да. Можно так сказать. Вот. Ну, еще по одной кинем, по двадцаточке. Обувь у тебя модная, гориллаз, да? Обувь, да, старая уже. Надо новую брать. Причем, будешь смеяться, новые тапки стоят. Один очень хороший близкий друг подарил новые тапки. Такие же. Вот. А я их сегодня ношу, говорю, ссылаясь на то, что две пары, в принципе, одинаковые обуви начинают носить ни к чему. Одни сношу в дыры, в дыры полностью. Тогда достану вторые. Но они больше для дебилга, да? Ну, они, как получается, специализированы. Они, наверное, больше как для тяги. Вот. Но мне в них удобно жаль. Потому что я в жиме ставлю ноги на носки. Они очень хорошо гнутся. И мне удобно. И не скользкие. Абсолютно не скользкие. Я до себя пробовал в них однажды заниматься в другом зале. Не помню, как зал называется. Там было покрытие практически скользкое, как плитка. И даже там они не скользили. И сколько такие сейчас стоят? Не могу сказать даже. Больше петель? Больше, больше, да. Пробовал жать штангетки. У меня есть штангетки. Я их обычно при седаниях использую. Опять же, не всегда, но использую. В штангетах мне жать неудобно. Положение ног влияет на то, в какой обуви тебе будет комфортнее жать. Заводишь ты ноги под себя широко, узко. Что касается меня? Да. Наверное, влияет. Мне удобнее, когда я, знаешь, как скажем, в каком-то неком среднем отношении. То есть, если я ноги сильно выкину вперед, это будет как-то неэстетично смотреться будет. Если я ноги перегну сильно под себя, постараюсь максимально сделать мост, то, опять же, удовольствие собственным опытом, но на больших весах мне будет сводить поясницу от непривычного положения. То есть, можно сказать, что в жеме лежа ты не пользуешься всеми хитростями техники? Нет. Нет. Можно, опять же, грубо так будет сказано, я жму только за счет силы. Без техники, можно так сказать, по большому счету. Так, отдохнули? Да, вполне. Какой вес? Вес на штанге 160 кг. Сейчас будут такие же четыре повторения. Сейчас они уже посложнее будут. И будем двигаться дальше к следующим упражнениям. Там веса будет чуть поболее. И там будет у нас задача именно паузу на груди выдерживать. Сегодня именно конкретно самого соревновательного жима сегодня не будет. Нагрузка колоссальная. Два вариации жима с такой, ну, не хреновой нагрузкой. То есть, после такой нагрузки, после такой тренировки встаешь даже больше, чем от обычной тренировки обычного жима. А когда-нибудь было у тебя же три вариации жима на тренировке? Конечно. Конечно. Просто сокращаю количество подходов и все. Вот. И, как говорится, все по ощущению. То есть, все веса рабочие. В принципе, нет такой у меня программы, написанной дома на бумажке, по которой следует. Я все делаю именно по интуиции, по самочувствию. По фазам Луны? Ну, можно так сказать, да. По настроению. Вот. Поэтому сейчас как по весам пойдет, посмотрим. Сейчас 160 сделаем. Вот. Магнезию, в принципе, даже не использую. Несмотря на то, что гриф такой довольно-таки лысый. Значит, не потеешь? В принципе. Не то, что не потеешь. Просто бывает, знаешь, как... Бывает, кто-то, кто-то прям без него прям не может. То есть, руки сухие. Человек берет магнезию, лишь бы помазать, лишь бы тут помазать. А еще кто-то меня удивляет. Знаешь, где? Майку. Не, люди берут магнезию, не руки мажут, а мажут гриф. Ага. Это меня тоже очень удивляет. Это может хитрая методика? Может быть. Эффективность, о которой мы пока не догадались. Я такую вещь даже на сорваниях видел. Подошел чей-то тренер и говорит, слушай, что у тебя штанга потеет или руки потеют? Ну-ка, руки потеют. Тогда говорит, руки мажут, а не штангу. Это смешно было. Да, штанга потеет. Да, так что вот. У нас только горячий пацан. Ага. Потому что штанга женского, кстати. Ну да. А гриф мужского. А, да. Так что, видишь, как можно поспорить, да. Так, ну вот про ноги то, что я говорил. Видишь, они у меня на носках стоят. То есть, если бы у меня были штангетки, мне было бы неудобно, согласись. Ну да. Точка вот. Просто прямо ставить, могу поставить, но он будет наш, как них с твоей тарелки. Вот так комфортнее. Раз, два, три, поехали. Четыре. Опа. Так вот лучше ловить, да? У тебя антенна получается? Да, такая речка. Спутник отроплёс. Вот так. У меня еще есть большая пацанга. В кадре появились кистевые бинты. Чисто для подстраховки, для морального спокойствия какого-то. Они реально что-то дают? Потому что я не привык ими пользуюсь. Знаешь, Дима, они мне на самом деле дают больше уверенности просто, я так думаю. То есть опять же, в зависимости от того, какой вес на штанге стоит, я по-разному с разной силой бинтуришь. Допустим, сейчас вес пока образно маленький, то есть я прям простенько забинтовал, без особой утяжки и все. Если веса будут большие, соответственно, я уже сильнее их утягиваю. От веса зависит то, на сколько я буду тянуть. Так, все это для подстраховки, не более того. Варья, я заметил, что несмотря на то, что нет маста, ты все равно кладешь низко. Низко, да. Если я кладу чуть выше, у меня больше задействуются плечи и потом болевые в плечах начинаются. Поэтому пониже кладу. Кладешь так, наверное, как вот жимовики в майках, которые жмут. Ты, знаешь, на этом никогда не задумывался. Может быть. Может быть. Нет, мне кажется, просто мне так комфортно как бы все на этом все обоснованно. По-другому я не пущу. Не, пущу, конечно, но не нужно это. Сейчас вес добавим и будем выполнять жим с полной амплитудой разовой, с паузой внизу 3 секунды. Вот я говорю, что ты тренируешься по самочувствию, по интуиции, соответственно, наверное, и если ты подбираешь веса, то тоже по самочувствию процентов у тебя нет вообще никогда. А ученикам ты тоже пишешь в килограммах. В килограммах, да. Те, кто со мной онлайн занимаются, ребята знают, что я веса пишу только в килограммах. Процент как бы, но это не для меня. И деньги тебе присылают в рублях? Нет, в евро. Шутка. У тебя занимаются ребята, которые занимаются только жимом? Нет, не обязательно. Три борцев пока, к сожалению, нету, но были такие. То есть не настоящее время, а были. Жим и что еще? Ну, жим, становая тяга, присед. Но все выступают именно по пауэрлифтингу, да? Ну да. Вообще выступающих атлетов сейчас мало у меня. Не знаю, как так получается почему-то. Но это не твоя вина? Ну, надеюсь, что нет. То, что они выступали, пришли к тебе и перестали выступать? Нет, у них там свои семейные обстоятельства, у всех разные. Вот, и все индивидуально сугубо. Ну да, согласен, потому что всегда, когда какие-то проблемы появляются, ты отодвигаешься на второй план тренировки. Ну, конечно, да. Поэтому для всех это в большей степени как бы хобби. Сейчас минутка отдыха и покажу, что такое жим с паузой на груди. Три секунды. Именно с полным расслаблением в нижнем положении. Сколько лет залу? Залу больше 45 лет. Ну, в этом зале такая, знаешь как, фотогалерея, можно сказать. Тут вся история зала. Вот. Мои даже вот древние фотографии, если вот увеличишь, видно будет, типа, немножко темный уголок. Это еще я учился в спортивной академии. Это мои выступления именно по пауэрлифтингу. То есть не по отдельному жиму, а по пауэрлифтингу. Я знаю, зрители видят ли совли нет, но тебя здесь очень тяжело. Очень тяжело. Я приседника не любил, он все очень тяжело давался. Вот. И, собственно, вот кадр. Тут блинов не видно полностью, рамка закрывает. Тут выполняю становую тягу. Это мне здесь получается где-то 19 лет. Как видите, выполняю без пояса, без лямок. Здесь около 280 килограмм. Тянул без пояса, пока это еще не было мейнстримом, как говорят. Ты знаешь, я сейчас, да, вот я последнее время тягу особо не делаю, но если я все-таки выполняю в редких случаях, то есть там дохожу, там до 250-270 килограмм в подходах, я пояс не одеваю. Вот довольно интересный тренажер на бицепс бедра. Я такого, честно говоря, нигде не видел. Стоя, да? Стоя выполняется. По одной ноге ты подходишь, ногу засовываешь вот так вот, становишься в исходное положение, держишься и вот так оно выполняется. Такое интересное, прикольное упражнение, которого, в принципе, сложно где найти. Блин, для штанги, да, для грифа, для маленького на бицепс. Вот он. Видно, что он вытащен на станке, и никто не знает, сколько он весит. Вот. Но на нем где-то здесь есть гравировки, которые никто не знает. Сейчас найдущий, посмотри, смотри. Видно? Ага. 8,8 килограмм. Очень удобно считать, мне кажется. Очень удобно, очень. Да, развивает математическое мышление. Да. Вот. Соответственно, грифа такие же, грифа тоже все с тех лет. Тоже берешь гриф и не знаешь, сколько он весит. Конечно, можно взвесить, а можно аккуратненько посмотреть здесь. Здесь нету. А здесь уже стерли. Не знаю, для меня это самый удобный гриф на бицепс работать. То есть такие, понимаешь, как вот изгибы широкие, что они вот анатомически удобны. То есть при том, что как бы человек не маленький, то есть удобно именно в нижнем положении. Потому что я чаще всего сталкивался с тем, что приходишь в другой зал, берешь кривой гриф именно за широкие места, и они уже расположены между собой, и мне неудобно работать. А здесь я прихожусь, я беру, вот он, мне удобно стоять. анатомично. Уберешь и поднимаешь. Вот. А в других узкие. Мне кажется, что вот 40 лет назад это был просто бомбический зал. Это был прорыв, конечно. То, что все спортсмены тех лет занимались только здесь. Гантельная тоже все, тоже с тех лет есть абсолютно. И Синовский занимался здесь? Конечно. Да? Долго? Долго. Там в раздевалке тоже плакаты его есть. Старинный, древний он сюда приезжал. Вот гири, кстати, которые в последнее время тоже я полюбил работать. Раньше я ими не работал. Сейчас на плечи чуть понравилось жать по приколу. Два четверки, тридцать двушка. И там еще в зале бокса, потом в зале бокса покажу тебе еще. Его раньше не было. Очень красивые там такие установочки. Вот. Там есть гиря 48. Да, мне, как бы, именно мне сугубо комфортно заниматься именно в этом зале, потому что, ну, мне здесь, я здесь начинал в этих стенах, знаешь, как воспоминания. То есть, помнишь все вот эти вот, когда вот зашел первый раз, когда первую сотку пожал, потом первую двухсотку пожал и так далее. Как-то вот роднее, знаешь, как говорится, как говорят, вот стены греют. Хотя есть возможность заниматься в других залах Москвы. Во многих залах есть такая возможность заниматься, вот. Но все равно, в большей степени, больше, да, далеко с большей вероятностью занимаюсь, всегда им нажму, я здесь. Впитываешь энергию зала? Впитываю энергию, да, прощупываю свой родной гриф, на котором я, пожалуйста, я же повторюсь там первую сотню, двухсотню. Это вот этот гриф? Да, все на нем было полнялось. Сверно? Да. О, как-то свежо выглядит. Ну, видишь, какое хорошее качество было. Если я не ошибаюсь, тут где-то на втулке было написано, по-моему, он 88-го года, этот гриф. Обалденно. Где-то было написано, где я не помню. Где-то мы читались, ребята, мне ребята рассказывали, я не помню уже. Второе упражнение будет у нас, получается, жем с паузой, длительной паузой на груди. Такой паузы, какой я делаю, какой я ее вижу, с полным расслаблением, вот. Не знаю, кто-то такое делает, не делает, я делаю. Вот было бы круто на соревнованиях также 300 пожать, да? Ну да, на разы. Хотя бы на раз, но с такой паузой. То есть эта мысль все-таки тебя еще теребит, да? Ну, 300 я очень хочу, конечно. Я, конечно, хочу за 300, естественно, но 300 хочется официально. Что, понимаешь, как было, заходишь на Алпау Рифтинг, ага, 300. Клуб 300. Да, да сама цифра нравится, вот. Ну, насколько я знаю, таких людей в мире не знаю сколько человек, максимум 10, наверное, да? Во всем мире, наверное, как раз около 10, а если брать по России, то там вообще на пальцах одной руки можно посчитать. Только двое, мне кажется, пожали. Кизил Саровичев, Мурат Алибегов, и кто еще? Ну, Головинский, но он из Украины. Владимир Кравцов. Да. Хотя там жимы Кравцова у кого-то какие-то вопросы возникали по поводу его жима, но это все субъективное мнение лично каждого. Будем довольствиться тем, что на соревнованиях защита, значит защита, значит пожата. Кстати, а в Америке, кстати, мало таких, там Мендельсон, Мэндокс. Мэндокс, Мэндокс. Ага. Ну, получается все на М пока. Мэндокс, конечно, мне понравилось. Когда нажал 335-500, было много вопросов там и так далее, и так далее. А последний же ему, который 355, вообще прям, как я считаю, лично, ну, очень чисто сделан. И он сделал с паузой такой же. С паузой и чисто, то есть не было никаких там подрагиваний, подрыгиваний, как он так колыхался. Каких-то вдавливаний, спокойно взял, опустил, полежал, выжил. Но, тем не менее, что интересно, он торопится всегда шстангу возвращать на стойки, да, как будто ему тяжело лежать. А все торопятся, все торопятся. Все торопятся. У меня даже, даже у меня на соревнованиях такая была ошибка, единожды, помню, давно-давно тоже я с каким-то весом справлялся на помосте, и тоже я выжил. Думаю, фух, слава богу, я выжил. И, знаешь, как, ну-ка, интуективно, и бегом бросать ее. И благо ребята как бы схватили, и судьи зашли, что типа как ребята же схватили, поэтому тебе можно ставить. У меня раньше до травмы плеча у меня была такая же, скажем так, фишечка. Старое, древнее видео где-то у меня есть, потом если найду, я тебе скину. На этом же грифе, на этих же блинах, только другая лавочка была, вот на этом месте она стояла, вот. Я в 2009, нет, наверное, 9, в 2011 году сам лично снимал, то есть без помощи страхующего, снимал со стоек 330 килограмм, снимал, вот так вот делал, вот так делал и ставил. Ну вот после травмы, после травмы, таких вещей больше не делаю, побоиваюсь. Смотрите в камеру. Травма плеча, да, тебя откинуло назад. Здорово откинуло. Есть надежда, что все-таки плечо заживет полностью. Ты знаешь, по поводу полного заживения, скорее всего, наверное, нет, потому что те люди, которые меня консультировали по этой травме, которые как бы знают, говорят, что как бы, да, обходя травму, ну, исходя из твоих особенностей, жать как бы можно, но выходить на рекорды хрен его знает. Плечо настолько сложный, сустав там. Да, 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 понимаешь, с чем дело, у меня еще, видишь, большой длительный опыт занятия спортом, то есть я уже занимаюсь почти, ну, там, сколько, 19 лет занимаюсь спортом. То есть длительное время большое, ну, давление весов на сустав, тем более, как бы я начинал в юном возрасте, очень юном, то есть сустав был не сформировавшийся еще, а давление весов было всегда. То есть я там, я, у меня когда было лет, наверное, 16-18, то есть я тогда уже жал под 200. То есть уже усталость металла. Да, вот правильно бы сказано, да. Поэтому из-за всех этих нагрузок многолетних, вот такой вот, такой результат. Просто люди, когда начинают заниматься спортом, лет в 25, это одно дело, там, в 30, можно прогрессировать, дальше расти, 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 а мне, грубо говоря, всего 30-ник, а уже можно и завязывать, в принципе. Уже стаж такой, что, думаешь, быстрее будет 300 пожать и, этот... И все, и на пиво. И целиком в тренерскую деятельность окунаться. И все. Ишь, каждый в своем сказал. Да, да, да. Вот опять же, смотри, Дим, возвращаясь к порядку, да, смотри, как гантели расставлены. Вот самый маленький снизу, 19 килограмм, и пошли на возрастание. 19 самый маленький? 19 самый маленький в этом зале, да, это самый мелкий. И потихоньку, 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 конечно, возрастаю по порядку змейкой. Может, потому что здесь такой порядок, что никто ими не работает. Ну, ты знаешь, на самом деле, этими работают, редко работают вот этими самыми большими. И сколько они? Написано по 65 килограмм. Но подписали их не так давно. Я просто еще в детстве ими работал. Мы с ребятами их взвешивали, они были по 70 килограмм. Так я сделал на этом акцент, только в детстве работал с гантелями 65. В детстве. В детстве это назовем так возраст до 18 лет. Я понял, не осужденный возраст. Да, такой. Вот на бицепс, кстати, тоже ими работал. 65-ками. Очень не умею оказывать. Да нет, сегодня легкая тренировка. А вот, допустим, в воскресенье до полтинников точно дойду с разворотом. Офигеть. Не, срабины-то, конечно, есть. Ну, не вкупу. Но учитывая их возраст, они в идеальном состоянии. Это да, это свеженькое. Кто-то ими работал недавно совсем. И, смотри, судя по ручке, полтинник ручка грязная. 60-ти ручка грязная. И мы выполняли тягу гантели по поясу. Согласен, да? Приезжали к нам в зал известные атлеты. Один из этих был Flex. Вот, и он здесь в этом зале лично был. Flex Уиллер. Да, он посмотрел на тренажер. Тренажер на грудные мышцы. Как бы, это, грубо говоря, замена, имитация разводки с гантельми лежа. Он есть такой, видишь, на шарнирах. Шарниры, кишки интересные. Видишь, какие. Вот, он говорит, у него свой зал вроде как, я думаю, там в штатах есть. Вот, и говорит, даже у меня такого нет. Он посмотрел, удивился, лег, попробовал, поработал. Говорит, слушай, какая-то прикольная вещь. Снял себе размеры, мерки, говорит, буду такой же себе изготавливать. Моё сугубое, да, интересное такое название его, фронтенштейн. Ну, потом уже, видишь, как там много этих. Вот. Ложишься. И вот. И вот такая работа. Оп. Хорошо, грудные растягивает и сокращает. И в отличие от выполнения разводки с гантельми, то есть, ну, допустим, мы гантели держим в верхнем положении, и мы отдыхаем, правильно? А здесь в верхнем положении, то есть, грудные напряжены в статике. То есть, мы же вес держим. Вот. И вот такая машина. Так, что у нас по подсобке? Подсобка у нас французский жим штангой, прямой. Первый разминочный подход, способное упражнение. Французский жим. Таким образом выполняю его. На трицепс. На трицепс, ага. Именно вот так я его делаю. То есть, локти стараюсь вместе сдерживать по возможности. Опять же, опускаю штангу именно на лоб, потому что, если я опускаю дальше, и я уже включаю широчайшие мышцы спины, и уже нагрузка с трицепса уходит. То есть, получается, пулловер тогда. Ну да, такое именно в моем самочувствии, ощущение, я делаю именно вот так. И никак иначе. По-другому я трицепс не чувствую. Вот, мне очень нравится. До каких весов ты доходил на разы? Слушай, ну сегодня мы деды покажем, сейчас я тебе покажу. Да, так, если говорить в каких-то, так скажем, максимальных весах в этом упражнении, то это около 80 килограмм. 80? Да. Опа. Сейчас полтинничком без проблем покачаем. Покажу как раз. Уже не на пустом грифе, а как полагается. Такая немножко, видишь, как у меня проблематичное начальное положение по поводу, видишь, как я располагаюсь. Снимать сложно? Снимать сложно, да, как бы, да, так немножко неудобно. Но зато могу спокойно выполнять. Потому что если ложиться головой на обратную сторону, ну тоже ничего хорошего. Вот. Вот, что-то дают. Ну, я просто, видишь, как привычно заниматься один последние пару лет. Поэтому делаю, как умею сам, грубо говоря. Вот. И вот так выполняю, опять же, с паузой в нижнем положении. Хорошо прочувствовав трицепс. Не спеша, аккуратно. И разговариваю при этом еще. Можно даже в сказке мне порассказывать. Про то, что все спортсмены чистые, конечно же. Вот, опять же, кстати, Дим, возвращаясь к вопросу про повторения. Разминку, даже если выполняю упражнения, я не считаю количество повторений. Потом, конечно, на видео у тебя будет показано сколько раз. Я вот не считаю, допустим. Просто выполняю столько, сколько я считаю комфортным. То есть я вот сделал, я чувствую, что все. У меня вот зажгло. Я прочувствовал. Твое отношение к этому в профессиональном спорте. Те, кто верит, что можно показывать конкурентные результаты. Не обязательно космические, но... Могу сказать так, что все хорошо в меру. С исключением наркотиков и всей остальной чуши. Все хорошо в меру. Можно использовать все, но с головой. С сопровождением врача и так далее. Вопрос, зачем тебе это нужно? Лично я считаю, если тебе это нужно для пляжа, чтобы выйти на пляж красиво, это не тот путь. Да, если хочешь достигать каких-то рекордов, показывать какие-то результаты, там, допустим, уровня каких-то рекордов, уровня международника и выше, то лично я думаю, что вряд ли это получится. То есть вряд ли получится у пацана, который, знаешь, паучку метана съел какую-то одну, обогнать какого-то там именитого спортсмена в жиме, в тяге, в приседе. Я думаю, вряд ли возможно. Но можешь ли ты сказать, что вот любая фармакология при любых там приемах, с врачом или без, она все равно какой-то след оставит в организме? Я думаю, конечно, оставит. Без следа ничего не проходит. Последствия будут? Будут, конечно. То есть не стоит надеяться на то, что ты купил какую-то химию, фармакологию, ты тренируешься, употребляешь под наблюдением врача, и там потом, не знаю, ты прекратишь приемы, там, через пять лет, и тебе это никак не аукнется абсолютно, об этом думать не нужно. Все равно какой-то след останется. Все в нашей жизни ставит какой-то след, любая вещь, фарма в том числе. Я думаю, это серьезное заявление, и людей это многих переубедит. Коль скоро скажем про ФПР, я много снимаю, как там вообще дела с чистыми спортсменами ФПР? Слушай, на ФПР я как бы за ними особо не слежу, но я вот очень... Ну ты знаешь, сколько там поднимают, примерно? Примерно знаю, да, но могу сказать, что на чистую такие веса поднимать вряд ли возможно. Я там никому, как говорится, никого за руку не держал, никому там шприц не подавал, но я думаю, это вряд ли. Но опять же повторюсь, это мое мнение, то есть я не обвиняю кого-то, кто называет себя чистым, что он грязный, я так не говорю. Скажем так, ты сомневаешься? Я сомневаюсь, да, пока я в человеке не уверен, я не могу так говорить. Учитывая, что они сдают допинг-контроль, то какими препаратами можно заряжаться, чтобы не поймать? Мое субъективное мнение, можно заряжаться какими-то быстродействующими препаратами, оказывающими быстрое действие на организм, и которые потом так же быстро с помощью каких-либо препаратов выводятся, я так считаю. А гормон инсулин? Гормон инсулин, гормон, я думаю, гормон же вообще, он, по-моему, быстро держится, быстро выходит из организма. Там, если я не ошибаюсь, мне кто-то говорил, что в течение суток после инъекции гормона роста, как бы, в крови найти его невозможно. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но у меня такая информация. Да, у меня такая информация, может быть, я ошибаюсь, я не врач. Вот, а по поводу других препаратов, как бы, да, раньше ходило такое мнение, что там какие-то быстрые эфиры пора ставишь, за 21 день прекратишь их ставить, покушаешь какие-то чудодейственные таблетки, как бы, и тебя ничего не найдут. Учитывая, что к сборникам приезжают прямо домой в любое время, неожиданно. Дим, я думаю, все-таки, знаешь, как, это, опять же, мое мнение, да, мы живем в России, и, я думаю, все эти вопросы как-то решаются. Договориться можно. Я думаю, да. Не буду никого обвинять, чтобы, ребята, никто не подумал. Это мое мнение, и не более того. От лишних денег никто не откажется. Конечно, вот это Россия. Ну, посмотри, простой пример. У нас тонировка автомобильных стекол передних запрещена в России. Для всех. Запрещена? Да. За это суровое наказание, правильно? За это получается первый штраф 500 рублей, потом у тебя, тебе выписывают ордер на исполнение, или как он нам правильно называется, я не помню. И то есть, если тебе второй раз тормозят, он должен вообще права забрать на 15 суток, тебя посадить, там такие злостные эти последствия. И что мы видим? Вся Москва черная, тонированная, и все нормально. Ну, правильно? Это Россия. Хороший пример. Вот тебе, да, вот тебе пример, который говорит обо всем. Что-то для предохранения, скажем так. Ты выбираешь безопасность. Да. Если можно предотвратить, то почему бы и нет, правильно? Потому что такое движение такое не совсем анатомическое. Конечно, было здорово локти пинтовать. Ну, есть какие-то локти. Ну, я, кстати, на локотнике не использую. Не знаю, может, потому что у меня хрустывания никогда не было. Может, поэтому... Ну, не учитывая ту первую травму, когда у меня локоть выскочил, после этого проблем не было. На место поставили как-то. Ну, иногда похрустывает, но не более того. Вес, скажем так, близкий к рабочим максимальному. Не маленький вес, поэтому сейчас аккуратненько. 70-та. Вес, скажем так. Трицепс, он на самом деле нужен для жимовика? Либо он нормально будет прокачиваться и во время классического жима? Я считаю, что если атлет выполняет много жимовых тренировок, много подходов рабочих, то, возможно, можно обойтись без отдельной тренировки на трицепс. Ну, если же, допустим, человек делает там один жимовой день в неделю, то трицепс нужно все-таки отдельно качать в какой-то день, там, с чем-то или как-то. Вот. Я трицепс добавляю к этому немного, к своему процессу, буквально, там, может быть, одно-два упражнения. И, опять же, у меня все индивидуально, то есть у меня зависит все от той нагрузки, которую я получил на той или иной тренировке конкретной. То есть, допустим, простой пример. У меня была прошлая тренировка, буквально вот пару дней назад я поработал в жиме, то есть с легкой паузой внизу, не с такой большой, как я делал сегодня, а с легкой обычной паузой, соревновательной, скажем так. Я поработал 210 килограмм, 6 по 6. И вот после этого, как бы, я, в принципе, особо не устал, и я смог спокойно покачать трицепс, разгибая гантель из-за головы. Думал сделать что-то еще, но понял, что как все трицепс, вот как раз это, это то самое упражнение было, чего мне в тот день не хватило для нагрузки для должной. И все. То есть я сделал одно упражнение на трицепс, и на этом программу свою, именно, что касается, касаемо, то есть верха тела, я закончил. Наверняка, часто видишь, как другие люди жмут. Замечаешь ли ты какую-то тенденцию, что люди допускают вот какие-то ошибки? Ну, на мой взгляд, это ошибкой не назовешь, ошибкой не назовешь, но мне лично режут глаза то, когда люди довольно небольшого роста, пытаются загнуться в загогулину, взяться максимально широким хватом и, как бы, называют это жимом. Но лично мне это глаза очень режут, потому что слово «жим» как бы теряется. Что такое жим? Это движение штанги вверх-вниз по определенной траектории. Эта траектория как бы она должна быть. А когда человек снимает с таким мостом, с таким хватом, снимает тык-тык-тык-тык-тык-тык, то есть что это за извращение? Ну, где та граница, которую ты переходишь, уже все превращаешься в нежим? Где эта граница? Ну, мне кажется... Кто-то жмет с мостом, и вроде амплитуда есть красиво. Ты знаешь, наверное, все-таки больше все индивидуально особенности каких-то, ну, качеств человека. На глаз определяешься. На глаз, то есть как бы ты видишь, человек снимает штангу в стартовом положении, когда она у него находится вверху, например, в ногах, руках, там вверху, как бы уже там, обычно, вот такое расстояние. Дальше смотреть как бы не о чем, мне не интересно дальше смотреть. А бывают люди, допустим, возьмем нашего любимого, известного Кирилла Сарычева. Он тоже жмет как бы, ну, нормально, жало и жмет хорошим хватом, то есть не очень супер широким. Он тоже использует мост, но, может быть, ввиду его большого роста и всего остального, у него огромная амплитуда, как бы нажим приятно смотреть. Хотя тоже он использует широкий хват и мост. Как пробить застой в жиме лёжа? Нужно понять, на чем человек очень сильно зациклился. То есть бывают люди, которые там пишут, там звонят, говорят, я, там, встал на жиме, там, 150 кг в жиме лёжа и не могу сдвинуться с мёртой точки. Говоришь, что ты делаешь? Он говорит, я вот делаю там 3 по 3 и 5 по 5. Я по-другому не делаю. У меня вот такие, типа, 2 жимовых дня, и я так жму на протяжении там 3-4 месяцев и всё. У меня ничего не получается, хотя я жму и 3 по 3 и 5 по 5. Я говорю, что ты делаешь ещё? Я качаю, жму узким хватом, там, качаю трицепс. Я говорю, что ты делаешь ещё? Всё. То есть такие моменты, то есть надо смотреть, где у человека, то есть, как скажем, кругозор спортивных упражнений сужается, чего ему не хватает. И что ты ему посоветовал? Слушай, ну, одно из таких очень интересных упражнений, да, опять же, всё индивидуально, мне очень нравится использовать на некоторых испытуемых, которые достопорились на довольно-таки небольших весах, это жим в смите, жим в смите, то есть, ну, по направляющему, где штанга ходит. Берём вес такой, знаешь, как, выше максимального, ставим на стопоры с серединного положения, то есть почти вот, как я вот жал в первом упражнении, то есть, ну, с высокого положения, да, и с этого положения делать срывы и дожимы. Срывы и дожимы. Очень хорошо пробивает, то есть на двух моих испытуемых прям сработало на 100%. А плечи не страдают на этом упражнении? Ну, опять же, всё индивидуально, нужно понять, как человек занимается, с фарм-поддержкой, не без фарм-поддержки, сколько у него возраст какой. Если человеку, там, грубо, там, 45+, то такие упражнения давать ему, как бы, нецелесообразно. А если 37+,? 37+, надо подумать, хорошо. Как мне. Надо подумать хорошо, конечно. И добавлю ещё, очень хорошее упражнение, если у человека встали, показатели в жиме лёжа, жим гантелей лёжа. Очень хорошо работает. Но, опять же, допустим, да, вот это всё индивидуально, то есть в каких-то залах есть большие гантели, в каких-то нету. То есть, допустим... Да, это упражнение хорошо. А оно очень хорошо включает стабилизаторы, стабилизаторы. И потом, после жима гантелей, очень комфортно жать на штанги. То есть, после жима гантелей, ты берёшь штангу, и она тебе в руках, конечно, как влитая, как плита. Ты берёшь её в руки, и ты прям понимаешь, что она у тебя никуда не двигается, ни влево, ни вправо. То есть, чечайшая траектория, абсолютно. А важно с жим гантелями делать на ровной камине? Лично я, в своей практике, в своём случае, я наклонный жим не использую ввиду двух факторов. Первый фактор, что мне очень больно из-за плеча, то есть, сжать под наклоном. То есть, ещё после первой травмы, как мне как стали болевые ощущения, так и мне никуда не ушли именно при наклонном жиме. И второй фактор, лично я как считаю, что если мы занимаемся, мы жмём, мы выступаем на прямой поверхности лавочки, то включать наклонный жим, несколько, скажем, вторично. То есть, не стоит на этом делать какой-то такой упор. То есть, если мы говорим, допустим, именно конкретно о жиме гантелей, то жим гантелей под наклоном как бы не будет так хорошо влиять на результат в жиме лёжа на прямой штанге. Ну, я так считаю. Так, у меня ещё есть вопрос к тебе. Если брать жимовика, который выступает без экипировки, сколько ты ему рекомендуешь раз в неделю заниматься? Он с фарм-поддержкой или без. А вот объясни. Ну, смотри, Дим, тут всё просто как бы на... Если человек тренируется, получит физическую нагрузку, мышц растут, знаем мы всегда, не тогда, когда мы их качаем, а когда они отдыхают. И если период отдыха будет не столь длительным, то это будет только во вред. То есть, этим мы можем что сказать? Если человек занимается без фарм-поддержки, занимается на своём родном тестостероне, скажем так, да, то, я думаю, больше трёх занятий в неделю нецелесообразно делать. То есть, таким образом, мы можем вычислять химиков в ЭПФ, кто занимается в рамках. Кстати, хорошая мысль, наверное, да. Если, конечно, они не едят по утра радиоактивный уран. Получается, не химик, чистый спортсмен, ты бы рекомендовал заниматься три раза в неделю? Да, не больше. Если он выступает только по жиму, он будет делать тягу и приседания? А это же зависит конкретно от атлета. Если, допустим, человек хочет выглядеть эстетично, как бы красивым человеком, то, допустим, делая один жим, не качая абсолютно руки, не качая абсолютно ноги и спину, ну, как бы, ну, будет странно несколько смотреться, в общем, как человек. А становая тяга и приседания, это разве только для эстетики? Ну, знаешь, как в моём случае, как это моём случае, как бы, да, становая тяга, в принципе, не делаю, ну, мне просто, ну, скажем так, не хочется мне делать, не вижу смысла. А приседания я стал делать буквально совсем вот недавно, вот, чисто для эстетики, не более того. То есть, говоря другими словами, жимовик может обойти из беда этих упражнений? Я считаю, что да, я считаю. Многие говорят, что нет, что ноги работают, ноги имеют большой процесс, большое влияние на жим, я так не считаю. Значит, три тренировки в неделю, и это будет три жима. Нет, не обязательно, зачем? Три тренировки, это не три жима, это три тренировки. Хорошо, два жима. Ну, смотри, если, допустим, говорим о жиме тяжёлом и жиме лёгком, то тогда два, а если, допустим, тяжёлый и средний, то, скорее, наверное, один. Ну, хорошо, берём тяжёлый жим, лёгкий жим, это две тренировки, да? А третья тренировка? Подсобка, руки, плечи, немножко там, может быть, там какое-то упражнение на ноги, чуть-чуть для тонуса. Какой-то там, в другой день, какое-то одно для спины. Про подводку к соревнованиям. Когда, за сколько дней до старта у тебя самая тяжёлая тренировка? Смотри, до старта я, допустим, если брать конкретно мой пример, на тот вес, который я хочу пожать на соревнованиях, я на нём в зале никогда не хожу. То есть весь свой максимум я показываю только на помосте на турнире. В зале я делаю, то есть я беру не процентом соотношения, а процентом, ну, как бы именно в весах. То есть, допустим, если я нацелен на сцене показать 295, то в зале больше, чем 285 я ходить не буду никогда. Вот, да, да. То есть, ну, как бы я считаю, что это будет лечить. А смотри, а тут, если ты делаешь большой вес в зале, ты перегружаешься больше физически или психологически? Психологически. ЦНС, да? Психологически, да. Психологически, знаешь, как бы эти все травмы, бесследование проходят, но подсознание ещё, знаешь, такое влияние оказывают. То есть одно дело, не дай бог, конечно, травмироваться в зале, другое дело травмироваться после выступления на соревнованиях. То есть будет очень обидно готовиться, 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 в зале попытаться пожать тот вес, который я хочу пожать на соревнованиях, травмироваться и обосраться. Будет очень обидно. Поэтому лучше отпускать и будет на соревнованиях. Хорошо. Самый тяжелый жим, допустим, как это у меня обычно бывает, и даже не примерно, сейчас скажу тебе точно. Самый тяжелый жим у меня за 13 дней. 13 дней. 13 дней до соревнований самый тяжелый жим. Потом, получается, я тренируюсь в обычном режиме после этого всего. И обычный, то есть, ну, не рекордный жим, обычный жим у меня за 7 дней до турнира. То есть, допустим, мы говорим о моих рабочих весах, в момент выступления, то есть, да, там 280-285, я в зале ходил на разовый жем, то вот за 7 дней я жму, где-то, примерно, килограмм, может быть, там 210-220, типа там 3 по 3, то есть в легкую, чисто для тонуса мышц, и все, не более того. Потом отдыхаешь полностью? Потом отдыхаю полностью, я не делаю вообще ничего. Я не делаю ни руки, ни ноги, ни плечи, ничего. Ты ходишь, переживаешь? Хожу, переживаю, сплю, сплю, питаюсь в Макдональдсе, на ночь пиццу заказываю, утром с тобой пельмени ем, и все, больше ничего. У нас там много общего. Больше ничего не делаю, просто боюсь, лежу и жду мандраж. И вот, кстати, многие не поверят, скажут, я придумываю все, вот, хотите верить, хотите нет, выступаю уже очень много лет, но перед каждым турниром, ночь накануне турнира я не сплю. Я не знаю, почему. Я не могу спать вообще, просто ложусь, и у меня в голове так, на помост вызывается, да-да-да-да-да-да, вот это вот все, знаешь, вот это все состояние. Потому что многие сейчас выдохнут и подумают, что с ними все в порядке. Да, мандраж нереально, хотя мне все говорят, ты что, выступаешь, только лето, что ты расслабься, ты уже как у себя дома. Нифига. Я на самом деле это очень часто слышал, и многие сильные ребята говорят, что если у них мандража нету, то их напугает. Это плохо, да, это плохо. Есть такая тема. Вот, допустим, перед своими 293 килограммами, которые я вот жал, мой рекордный вес, пожатый в Питере на чемпионате мира, то есть перед ним, я реально, перед этим весом, я реально, я ночью не спал, я ехал в поезде в Питер, я всю ночь просто, я думал, сейчас я лягу, отдохну перед выступлением, там, я же там загружусь, там, чем-то, и просто лежал, и все, глаза закрываешь, открываешь, без разницы. То есть всю ночь просто лежишь. Я пью ядром, приезжаю на соревнования на взвешивание, встаю на весе, а 124,5, к примеру. О, все, я спокоен, можно выступать. То есть мне лично вес мой, вес, который я отслеживаю свой собственный, на весах, он мне говорит о том, готов я или нет. То есть, допустим, если я, у меня происходит удачная подготовка, все по графику, все здорово, я прихожу на соревнования, взвешиваюсь, ну, как обычно, в трусах, без футболки, я взвешиваюсь, и вес показывается меньше, чем я думал, в голове сразу мысль номер один, ты стал слабый, вес ушел, сила ушла, ты ничего не сделаешь. Чтобы такого не было, знаешь, запиваешься регидрона, всякие шоколадки, ты запихиваешься, хочешь, не хочешь, запихиваешься, встаешь на весы, как будто бухал всю ночь. Встаешь на весы, видишь нормальные цифры, потому что все, я все с ногой все сделаю. Я вижу, что ты выкладываешь в Инстаграме, довольно часто мясо ты ешь. Ты знаешь, я на самом деле ем любое мясо, в принципе, любое, сейчас скажут, кроме свинины, нет, свинину тоже ем, но свинину я ем только в виде шашлыков, гавядину я ем только в виде стейков, курицу я ем только, знаешь, как-то с чем-то там, типа оля там салатик какой-то там, не знаю, какие-то домашние котлетки, есть сухую грудку, я не хочу, не могу, мне не нравится, мне хватило, можно смочить, конечно, да, но мне хватило грудки во время выступления по бодибилдингу, я даже думать об этом не хочу. Грудки, рис, в то время это прям была еда номер один, от меня устал очень. Поэтому, конечно, самое вкусное, самое питательное для меня, это, конечно, говяжий стейк. Это прям замечательно, это у меня мой протеин. А ты берешь именно не на развес, а запакованную? Запакованную, да. Брал на развес, что-то мне не нравится, какая-то сухая получается. Я ее готовлю как бы по-своему, там, такой незамысловатый рецепт, я по-моему, в Инстаграме там писал, описывал, как я ее готовлю. То есть говядину неправильно приготовить, это будет просто солдатская подошва, кирзача, если ее передержать. Я вообще не верю готовить. Я вот, ну, как бы, научился методом тыка, методом испорченных множество стейков, я научился готовить так, что получается так, что просто это вот лучшая пища, это лучшая еда, она сочная, она мягкая, она вкусная. А где, на чем ты ее готовишь? Смотри, я готовлю ее в двух вариациях. То есть, как бы, в зимнее время года я готовлю ее дома, на толстой сковороде и с помощью духового шкафа. То есть сначала на сковородке? Смотри, я разогреваю, небольшой рецепт расскажу, да? Давай. Я разогреваю сковородку без масла, без ничего, то есть вообще, то есть пустая сковородка, разогреваю на огне максимально, чтобы она прям, ну, конечно, не до красна, но чтобы она прям была горячущая, то есть минут пять она стыдна на максимальном огне. Если кладешь, если больно, то... Если кладу, как бы, если шкура прилипает, значит, все хорошо, очень можно готовить, да. А вот, получается, кладу стейки. Ну, опять же, все зависит от толщины, то есть, разные названия стейков, разная толщина. Ну, если мы берем такой средний, средний стейки, не тонкий, сантиметра, допустим, там, три толщиной стейк. Кладу на одну сторону его, засекаю время по секундомеру, как правило, это не больше двух минут. Две минуты он у меня жарится на одной стороне, потом переворачиваю... Без крышки, без крышки, без крышки. Потом переворачиваю на другую сторону, тоже две минуты, потом снова переворачиваю на ту же сторону минута, и потом переворачиваю на другую сторону снова минута. Я, может быть, пропустил, но масло-то не подливаю? Масло не подливаю. Без масла, абсолютно. И затем я кладу ее на противень в заранее разогретую духовку. Кладу ее на противень и заворачиваю фольгу, то есть, опять же, не солю, не перчу, то есть просто мясо, без масла, просто мясо. Кладу в духовку, в духовой шкаф, минуты, но опять же, там все надо высчитывать именно по толщине, то есть, там имеет большое значение время, я неспроста говорю, там, 2 минуты, 3 минуты, то есть, допустим, если на это мясо нужно 2 минуты, ты сделаешь 2 с половиной минуты, будет другое мясо абсолютно, будет подошва. Мне кажется, я понимаю, почему так происходит, ты просто делаешь корочку сверху, чтобы оттуда сок не утипало. Ты обжигаешь, обжигаешь, да, то есть, по сути, ты обжигаешь, какожок получается, мясо как бы скукоживается и не выпускает для себя питательные вещества, оно такое мокренькое сдается, вот, а если ты его в духовку потом не поставишь, оно внутри будет сырое. А так, получается, после того, что я сказал, я его ставлю в духовку минуты на 4-5, оно как бы в духовке прожигается, типа как проваривается, проготавливается, я не знаю, как правильно сказать. Потом достаешь, соль, перец по вкусу, я обычно, знаешь, там, молотый, свежемолотый перец. Да, сом в конце, соль, перец посыпаю, сколько мне нужно, сколько я привык посыпать, и получается просто бомба, Оно будет, знаешь, ожоговое, ты его разрезаешь, а внутри розовые волокна прям сочные, прям оно во рту прям рассыпается, просто это превосходная еда для меня. То есть сейчас заговорилось, и все, надо сейчас ехать в магазин снова, да, опять. И второй вариант исполнения этих же статиков, грубо говоря, можно выполнять в летнее время года, я выполняю в гараже, может, видел, не видел, я выкладывал. То есть на мангале, на решетке, на огне, то есть там по-другому готовятся другие временные промежутки, рамки приготовления, но получается то же самое, и без духовки. Видел такой момент, где-то пост кто-то писал, что, мол, когда жир падает на огонь, он сгорает и обратно возвращается уже в виде каких-то трансжиров, возвращается на мясо. Слушай, может быть, просто я по этой теме не заморачивался, может быть, вполне не буду спорить. Как бы я не за ЗОЖ, не за здорового образа жизни, да, не за здорового образа жизни, там, знаешь, там, никаких там канцерогенов, никаких там, знаешь, там, консервантов. Долго находиться на отдыхе невозможно, и наверняка ты опять возьмешь себя за свое дело. Черное дело. Да, 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 перейдешь на темную сторону силы и захочешь выступить. Или завязал. Нет, я хочу, я планирую выступать, выступите, выступайте, не один раз. Что касаемо именно выступления по жиму, я планирую в этом году обязательно выступить. Правда, с какими весами выступать, пока я не знаю, я буду готовиться на максимум, естественно. А что-то получится, посмотрим по прогрессии по всей повеции. Конечно, просто, знаешь как, выступать на соревнованиях, лично мне, заказывать на первый вес, там, килограмм, там, 260-270, как бы, ну, для меня это глупость. То есть, ну, я с этим не выйду. То есть, чтобы выходить, надо показывать что-то большее. 270-то-то мало? Ну, лично для меня это мало. То есть, как бы, я не буду доволен этим абсолютно. Для меня это, как скажем, далеко пройдены этапы, как бы, выходить, показывать то, что я уже показывал несколько лет назад, как бы немножко, ну, это не мое. Мне кажется, не важно, сколько ты начинаешь, важно, сколько ты закончишь. Ну, у меня обычно чаще все бывает как, в последнее время. То есть, я начинаю с веса, который близок к весу, на котором буду завершать. То есть, допустим, если я заказываю, начинаю 270, то я закончу примерно 280. Как, ну, на моем опыте обычно так происходит. Ведешь 270, потом 290 и 300, и все. Раньше у меня были такие приколы, помолвить еще, я как делал, ну, будучи в юношестве еще, я заказывал, вот, первый подход 220, второй 240, третий 255. Так тоже было. Но потом уже путем опыта пришел, к тому же, это просто глупость. То есть, просто я эти веса, которые выказаны по мосте, я должен ими разминаться за сценой и делать это там, а на по мосте выходить делать какие-то веса, реально веса. А смысл делать разминку на сцене? Когда у меня здесь такие даже кадры, когда я выхожу на сцену без напульсника, жму 220, как, не знаю, там, как 150. И все говорят, зачем выходил вообще, что ты делал? Для чего это? Ну, с другой стороны, если ты делаешь первый подход с небольшим весом, ты его делаешь легко, и у тебя появляется уверенность. Ну, нужно делать этот вес с уверенностью, нужно делать его за сценой. И вот тоже будет уверенностью. То есть, допустим, на моей практике, моего последнего, скажу так, самого запоминающегося турнира, где я выступал, где-то я пожал 293, я на разбинке последним весом я сделал 275. То есть, я за сценой, с паузой, как сегодня практически, я сжал, я пожал 275, я пожал с легкостью, я понял, что все, я готов. То есть, я могу делать 285 смело. То есть, я знаю, что точно пожму. Вот без проблем. Просто вроде бы все это как бы логично, но часто бывают баранки, потому что люди выходят на помост, и там либо другая скамья, либо судья там заснул, либо еще что-то. Знаете, смотри, по поводу помоста и других весов восприятия, смотри, баранок и всего остального, у всех разная техника в жиме. То есть, кто-то пренебрегает тренировкой паузы, кто-то там сводит чересчур стильные лопатки, и ему лавочка будет там, другая лавочка будет некомфортно, будут лопатки разъезжаться. У кого-то там, знаешь, штангетки заводят под лавочку, а полы скользкие, там нога выскальзывает и так далее в эти моменты бывают. То есть, просто лично индивидуально, это просто не мой случай. То есть, у меня покрытие на полу, у меня по барабану. Лавочка у меня, в принципе, по барабану. Мне главное, чтобы она была не узкая. Если как бы она узкая, я издалека это подойду, пойму, как бы приму какие-то меры. Если как бы лавочка стандартная, адекватная, там то же самое депо, то вопросов никаких возникать не может. А что касается паузы на груди, ну вы сами видели, я показывал сегодня, да, что с паузой проблем у меня нет. То есть, любая пауза, в принципе, любая. То есть, на том весе, на первой, которую я заказал на помост, этот вес обожму с любой паузой. Три секунды, пять секунд, я обожму его. Ты уже запланировал примерно в каком месяце ты хочешь вернуться на помост? Ты знаешь, Дим, да, запланировал, я хочу летом. Да, то точно называть не буду пока, чтобы как бы никого не обнадеживать. Это будет летом. Дай бог, все будет по плану, все будет хорошо, это будет летом. По бицепсу будешь выступать? По бицепсу буду выступать, да. Бицепс пока, скажем так, бицепс это то, на чем я пока, скажем так, отдыхаю от жима, можно так выразиться. То есть, выхожу на сцену, выполняю то, что мне нравится, то есть, как свое хобби, как специальное вспомогательное упражнение, можно грубо так выразиться, к жиму. А бицепс не мешает жиму и наоборот? Абсолютно, мне бицепс помогает в жиме. То есть, именно конкретно в моем случае, чем сильнее, крепче, больше у меня рука бицепс, тем комфортнее я чувствую себя в жиме на больших весах. И еще такой хитрый момент, никто не слышит? Вообще не слышит. Смотри, в моем случае, когда у меня хорошая соревновательная форма и большая рука, большая, то есть, 60, да даже бывает чуть больше 60, в нижнем положении, когда я руку опускаю, у меня бицепс получается, знаешь, как эффектом подушки. То есть, за счет того, что большой объем, я кладу, как бы, да, и меня вижу, как она упирается, рука упирается, бицепс, и, знаешь, таким, как вот, служит хорошим рывком. Ты не снимаешь, да? Нет. Смотри, вот, смотри, она получается, как вот, как, знаешь, как ты, как, не как пружинка, как вот, такая вот, как разгонная часть, то есть, люди, как вылагают силу какую-то, я просто, знаешь, как бицепс напряг, вжался, просто бицепс напряг, и он снизу срывается. Я думаю, что это совет, которым будут пользоваться все, то есть, потому что банки 60 накачать, в принципе, не сложно. Ну, абсолютно не сложно. У каждого второго в России, в принципе, рука 60, это нормальное явление. Да, класс. Поэтому вот. Хорошо, что я это не снимал. Да. А вообще, жемлежа, это можно назвать видом спорта? Ты знаешь... Либо все-таки трейборцы, это... Все-таки, если мы говорим про старую школу, про, да, скажем так, старое поколение, то все-таки вид спорта, как бы, это пауэрлифтинг. А жемлежа, как бы, как разновидность с пауэрлифтинга, вытяжка из пауэрлифтинга, то есть, часть пауэрлифтинга, часть большого чего-то целого, часть. То есть, нельзя сказать, что прям жемлежа, это прям вот отдельный вид спорта. Нет, это в составе пауэрлифтинга. но все-таки как бы это как если кому-то там какому-то человеку какому-то который не понимает вообще спорте принципе ничего ты скажешь я занимаюсь живым штанги лежим скажет такое ну какому-то совсем дилетанту какому-то а когда ты скажешь я занимаюсь power лифтингом сказал я знаю что такое понимаешь то есть как-то вот такая связь как я считаю но это мы закончим я думаю пожалуй дадим очень приятно было пообщаться взаимно приезжай как-нибудь еще о чем еще покажу интересно да может быть с одеждой приду со сменной обувью даже так по серьезному даже поприседать